Мы как раз обсуждали тему, поднимали тему ГОСТов. И как раз мы сейчас о ней и поговорим. Российские производители хотят наказывать за ложные ссылки на ГОСТ. Соответствующие поправки в административный кодекс уже рассматривают чиновники. Сейчас наказывать предпринимателя за подобные нарушения тоже можно. Но ложная ссылка на ГОСТ квалифицируется как обман потребителя. Однако штраф за это несущественный. И при этом по данным Роскачества, примерно треть товаров, на которых производитель указывает соответствие ГОСТу, на самом деле заявленному стандарту не соответствуют. И, кстати, примером вот таких нарушений могут послужить результаты последней проверки, которые провели Росконтроль. И специалисты исследовали качество российского сливочного масла. И, к сожалению, к неутешительным выводам они пришли. Из 36 образцов 9 только оказались настоящим сливочным маслом без растительных примесей. Ну вот, без того самого пальмового масла в том числе. А 23 образца попали в черный список, потому что в некоторых из них молочного жира вообще не оказалось. То есть в сливочном масле... Я даже знаю, что там может быть, если нет ничего... Росконтроль знает! Если нет ничего такого, что обычно, вроде как, должно быть сливочное масло. Из чего оно тогда состоит? Вот мы решили сегодня об этом и поговорить. Нужно ли вообще в нашей жизни использовать сливочное масло? Что с ним делать? Как его употреблять? На что смотреть в магазине? Что там должно быть в составе? Об этом поговорим с диетологом, с нутрициологом. У нас в гостях Инна Кононенко. Инна, доброго вам полезного утра. Доброе утро. Говорят, сливочное масло вообще зло. Но мало того, что в нём, как выяснилось, ещё почти во всём примеси известного происхождения, так и в принципе есть его не надо. Правда? Нет, ну, конечно, сливочное масло надо есть, его можно есть, но надо знать меру. У нас же люди привыкли, что если можно, значит, теперь полпачки за день. Нет, не больше 20 грамм в день сливочного масла мы едим, но тоже надо понимать, что если у нас потребность в жирах для организма человека 1,1 грамм на килограмм веса тела, и из них 50% это животные жиры, то представьте, человек весом 60 килограмм должен есть 35 грамм животных жиров. Так а животные жиры – это и яйца, и мясо, и рыба, и это не столько же сливочное масло. Поэтому, естественно, если мы съели что-то более жирное, кусочек свинины, то, наверное, в этот день уже от сливочного масла лучше отказаться. А если вы съели какой-нибудь кусочек белой рыбки, то почему бы и не добавить в кашу сливочного масла? Ну-ка, а куда? Вот, кстати говоря, про кашу. Обязательно ли туда добавлять? Зачем вообще в кашу добавлять сливочное масло? Можно же добавить какое-нибудь, не знаю, варенье, ягодки. Сухофрукты, орешки. Вкуснее будет. Может быть, действительно и вкуснее, но не полезнее. Потому что сливочное масло способствует тому, что так как каша является углеводами, она все-таки не так быстро всасывается, эти углеводы, и не так сильно повышают сахар в крови. Все-таки жиры, они удерживают углеводы в желудке, не давая им так быстро выйти из желудка и всасаться, повысить уровень глюкозы. Поэтому, чем добавить ягоды, которые будут являться дополнительными источниками углеводов, лучше добавить сливочное масло или орехи, потому что орехи тоже как вариант жиров и вариант растительных жиров. А я вам сказала, что 50% у нас в рационе должно быть растительных жиров, поэтому про орехи тоже не забываем. Но все-таки сливочное масло... Вот вчера у нас нешуточная дискуссия разгорелась в редакции, когда мы стали обсуждать, а вот что это за масло там в Финляндии продается, все же любят привозить оттуда. И я говорю, это маргарин. Они со мной спорят, говорят, нет, это настоящее масло. Нет, если больше 82%, 100% должно быть сливочное масло. Вот рассудите нас, вот как должно выглядеть масло настоящее? Нет, вопрос не в проценте жира. То есть это не значит, что если он там 82 или 72, то это значит, что в него положили столько животного жира, а остальное растительное. Нет, сливочное масло это должен быть чисто животный жир. Никакого растительного там не должно быть. Если оно уже добавляется растительное, то это спред. А растительное это масло гораздо дешевле, чем сливочное. Естественно, производители и стремятся добавить туда растительного масла, что и неправильно. Поэтому важно уметь выбрать в магазине сливочное масло. Так вот на что обращаем внимание? Это должен быть действительно тот кирпич, который вот крепкий, который замороженный, и с ним ничего невозможно сделать, или вот чуть-чуть, значит, коробочка, где вот можно взять вот это вот масло и намазать спокойно на хлеб? Это должен быть кирпич. То есть, да, кирпич, и мы должны понимать, что даже если этот кирпич лежит без холодильника, он должен быть примерно таким же кирпичом. Если мы берем с полки масло, нажимаем на него, надоели, а оно мягкое, то, естественно, туда уже добавили растительные жиры. И то же самое, когда вы дома открыли пачку масла, вы посмотрели, если вы отрезаете, и оно не мягкое, вот ложится на бутерброд, да, вот идет вот этими кусками, более твердыми, и вот оно ломается, это настоящее сливочное масло. Чем более оно мягкое, тем больше растительных жиров туда добавили. Хорошо, сразу вопрос. Как хранить сливочное масло в холодильнике? Вот у меня бабушка хранила, знаете, в какой-то специальной посуде, не наливала туда воды, и это масло хранилось в водичке. Ну, потому что бабушка говорила, что оно не окисляется таким образом. Да, действительно, здесь есть, наверное, доля истины. Когда мы как раз делаем топленое масло, мы туда добавляем именно воду, начинаем его вытапливать, потом сливаем эту воду. Топленое масло более полезно, чем сливочное является. Но если мы в современных условиях, конечно, у нас вряд ли кто-то добавляет воду, но главное, чтобы масленка не была прозрачная из стекла. То есть лучше, чтобы она была там керамическая, парфоровая, то есть что-то вот такое более темное. Ну, или если это стекло, то это должно быть непрозрачное стекло темное. Настоящие любители кулинарии, кстати, в том числе и в нашей рубрике, часто Маруся добавляет огромное количество сливочного масла на сковородку для того, чтобы что-то приготовить, пожарить. Вот такой вариант, это, наверное, совсем не полезно для организма, когда мы топим сливочное масло и что-нибудь на нем еще и жарим. Ну, конечно, жарить в принципе вредно на любом масле, на растительном и на сливочном, потому что если мы жарим, то лучше сливочное. И здесь, кстати, тоже, если вы начали жарить на масле, то мы смотрим. Если оно растекается по сковородке, значит, все-таки растительное туда, скорее всего, добавили. Если оно вот дымится и пригорает, это все-таки более натуральное сливочное масло. И опять-таки на сливочном из-за этого не очень удобно жарить, что действительно еда пригорает, поэтому топленое в данном случае будет лучше для жарки. Ну что ж, спасибо вам за рекомендации. Теперь будем жарить только на топленом масле и масло добавлять немножечко в кашу. Все-таки это необходимо для нашего организма, но от свинины тогда придется отказаться. Спасибо.